В своем видео про Black Metal я уже делился мнением о том, что некогда очень консервативный и рамочный жанр дал креативного пинка многим музыкантам, что привело к созданию тучи коктейлей из Black'а с чем-нибудь еще. Но история сегодняшнего исполнителя — это что-то особенное даже по меркам Black'а. Всем привет, друзья! Андрей уши в огне, я все еще в отпуске. Началось все в Швейцарии. Маленький Мануэль Ганьо родился в семье музыкантов, поэтому, предсказуемо, еще с детства учился играть на всяких инструментах. В раннем возрасте он освоил фортепиано, но потом начался трудный подростковый период, мятая постель, плакаты на всю стену, грайнкор и технодетт, узкие джинсики и ненависть ко всему в мире. Это привело Мануэля в состав кроссовер-трэш-группы Hallelujah. А когда пубертат закончился, Ганьо отправился в свободное плавание и основал сольный бедрум по проект Bird Mask. Вот так вот чувака кидало от кроссовер-трэша до очень лайтовой поп-музыки. Тогда же музыкант выкатил яйца на стол и показал, что ему вообще ничего не страшно и что он полностью отбитый на голову. Он выложил свою музыку на 4chan, легендарный анонимный имиджборд, кузницу всех мемов и скандалов, потому что, по его мнению, там на 4chan до предела честные люди. Они захейтят тебя, обольют говном и уничтожат как творческую единицу со всей искренностью намерений, но при этом дадут тебе предельную, честную и точную обратную связь. В то же время Ганьо несколько устал от Bird Mask и искал способ отвлечься от проекта, взять, так сказать, передышку. В итоге он придумал сам себе челлендж. Мануэль попросил пользователей 4chan предложить два жанра, из смеси которых автор за полчаса планировал собрать песню, дабы попрактиковаться в музыкальной креативности. Сразу же появился шутник, предложивший black metal. Возможно, он решил посмеяться над Ганьо из-за цвета кожи. Для справки, отец Мануэля швейцарец, а мать афроамериканка. Ну, другой шутник обскакал первого и просто написал. Air Music. Понимаете, как хотите. Как подобает современным борцунам против всемирного зла в интернете, Ганьо мог бы обидеться. Но музыкант пошел другим путем. Он принял челлендж, взялся за написание музыки и родил одно из самых необычных и невероятных явлений в современной тяжелой музыке, которое в последующем получило название Zill and Order. В качестве концепции проекта Ганьо взял гипотетический ответ на вопрос. А что было бы, если бы американские рабы в 19 веке восславили и получили спасение от сатаны вместо Иисуса? Но вопрос этот возник не на пустом месте. Мануэль рассуждал, почему чернокожие рабы вдруг приняли религию своих угнетателей и поверили в бога, которого так превозносили их белые господа. Ганьо придумал мир с альтернативной историей, где черные рабы в качестве протеста обратились к сатане и восстали против своих белых рабовладельцев. Сам музыкант признается, что он очень любит контркультуру во всех ее проявлениях, ему симпатизирует сатанизм, но он в нем видит некоторые постулаты, с которыми не может согласиться. Например, идея о том, что слабые недостойны жизни. Поэтому Ганьо не относит себя к числу сатанистов, хотя и признается, что некоторые аспекты этой веры его привлекали. В 2013 году выходит незаконченная песня A Spiritual, первый плод того самого эксперимента с 4chan. И для меня крайне забавно, что в качестве ниггер-мьюзик Ганьо выбрал не хип-хоп или ритм-н-блюз, а именно, что чернокожий спиричуал, христианские песнопения, из которых впоследствии вырос госпел и блюз. Так, друзья, мы же с вами тут серьезные ценители музыки. Ведь так, а у серьезных ценителей музыки, скорее всего, есть коллекция любимых компактов, винила или кассет. Ну и я рад сказать вам, что появился отечественный аналог сервиса Discox, на котором вы не просто можете вести учет своей коллекции и демонстрировать ее миру, но и пополнить ее, купив что-либо или наоборот что-нибудь продать. Называется этот сервис DiscoMarket, и он однозначно будет полезен каждому слушателю по-разному. Во-первых, на DiscoMarket есть база дискографии, в которой содержится информация о всей музыке на виниле, компакт-дисках и кассетах за последние 100 лет. В ней более 16 миллионов релизов. На сайте есть справочник по релизам, лейблам, исполнителям для удобного поиска. Вторая часть — это Marketplace. Удобный функционал для всех, кто хочет продавать пластинки, диски и кассеты. Для тех, кто хочет пополнить свои коллекции, тысячи продавцов предлагают десятки тысяч лотов. Любые стили, новые издания и раритет — там можно найти вообще все. Не надо искать пластинки в куче товара между пылесосами, плойками и книгами. Также в сервисе очень просто сравнивать по цене разные предложения одного и того же альбома. Ну и часть номер три — это коллекция. В ней вы можете создать собственный каталог, внести туда все, что у вас есть, и делиться этой самой коллекцией можно с кем угодно. Сайт запустили совсем недавно, так что присоединяйтесь к дискомаркет, формируйте коллекции, покупайте, продавайте и главное — делитесь пожеланиями с администрацией. Ну а если вы продавец, самое время застолбить площадку, пока конкуренция не высока. Тем более, что первые полгода работа для продавцов бесплатна. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на дискомаркет, ведь все пластинки здесь. В 2014 году уже на Bandcamp Emanuel выпускает одноименный демо-альбом, который сейчас справедливости ради хрен найдешь где. А вот спустя два года, в 2016-м, наконец-то выходит дебютник Devil Is Fine. Всю музыку Ганье написал у себя дома. Для этого он использовал ноутбук, простой микрофон, на который натянуты колготки и дешевые музыкальные инструменты из ближайшего магазина. Вот вам Lo-Fi Musician Starter Pack. Барабаны Мануэль запрограммировал сам, а вкупе с полностью домашней записью звук получился, ну, по-блекарски, трушным и лоу-файным. Не такой, конечно, как у Варга, потому что в паке Ганье не хватало туалета вместо кабинки для записи. Но сам Мануэль потом высказался, что подобный дешевый формат записи – это скорее преимущество для него, так как помогло сформировать нужную атмосферу. Реакция публики не заставила себя ждать. Критики были в восторге от такой органичной смеси, казалось бы, абсолютно разных жанров. Проект взлетел на вершину топов авангардной музыки, и всякие интеллектуалы и эстеты резко начали котировать работы Мануэля. В 2017 году проект вырастает до полноценной группы. К коллективу присоединились бэк-вокалисты Деннис Вагнер и Марк Обрист, гитарист Тициану Валанте, басистка Мия Рафаэла Дьо и барабанщик Марко Фон Алман. В таком составе музыканты могли создавать атмосферу самой настоящей мессы, посвященной дьяволу. Они восхваляют его как протест против тех, кто посмел им навязывать свою религию. К слову, Ганьо сам отсылается к Норвегии 90-х, когда всем известное движение блокметалистов побежало внезапно сжигать церкви из-за того, что христианство было для них навязанной религией. Есть еще примечательный момент, который Ганьо до сих пор вспоминает с теплотой. Во время одного из концертов выключился свет, из-за чего музыку группа играть уже не могла. Тогда фанаты стали все вместе петь песню Devil Is Fine, что отложилось в голове фронтмена как один из самых ярчайших случаев в его музыкальной карьере. Следующий альбом группа уже записала в полном составе. Вышел он в 2018 году и получил название Strange Fruit, и музыка на нем стала еще безумнее и смелее. Возможно, на это повлиял доступ к полноценной студии звукозаписи, возможно, увеличение количества участников, задействованных в креативном процессе. А может быть, сам Мануэль получил подтверждение тому, что его эксперимент очень успешен. Strange Fruit сохранял атмосферу первой пластинки, но приумножил ее авангардность, качество, звук, исполнение, короче, все, что только можно. И еще ярче выделил сильные стороны проекта. Во время написания музыки Мануэль вдохновлялся работами Тома Уэйтса, Венди Карлоса, написавшего саундтрек для Кубриковского заводного апельсина, и Эриком Сати. Вторая глава спиричуальных песнопений в Сатанинской церкви еще больше понравилась критикам. Они в один голос назвали пластинку альбомом года, превозносили ее как только можно. Запись вошла в топы кучи печатных изданий от Revolver до Decibel. В 2020 году группа выпустила первый EP, который посвятила Джорджу Флойду и другим убитым и искалеченным полицией афроамериканцам. В те моменты движение BLM звучало как никогда громко, и Ганьо очень не нравилось положение, в котором оказался его народ. Молчание для музыканта стало трусостью, поэтому через мини-альбом он выразил свою позицию насчет происходящего. Да и в целом, так как концепция проекта подразумевала сильную отсылку к временам рабства, высказывание группы на тему BLM оказалось довольно уместным. А вот в 2002-м вышел полноценный одноименный альбом группы, ставший третьей полноценной работой в их дискографии. Ганьо не перестал экспериментировать со своей формулой. Теперь в саунде можно было расслышать не только black metal, blues, gospel и folk. На третьем альбоме появились элементы индастриала, металкора и даже блэк-гейза. В очередной раз, развив формулу своего авангардного безумия, Ганьо слегка отошел от той атмосферы, которую выдавали предыдущие работы. На третьей записи именно связки gospel black стало значительно меньше, хоть пластинка и продолжила альтернативную историю о рабах, восславивших сатану. Но именно третий альбом — это самая разнообразная и авангардная запись коллектива на сей момент. Весь этот фьюжн жанров, все это перемешение различных звучаний и трендов — все это формирует очень яркую, интересную и любопытную картину. В комментариях под любым видео Зилы Нардер гарантированно есть фразы о том, что эта группа стала для комментатора самым ярким и нетривиальным метал-открытием последних нескольких лет. И лавинообразная популярность проекта, как по мне, доказывает, что стремление создать что-то по-настоящему новое и желание расширить свою креативность — это очень важный залог успеха. Вот так вот шутка с 4chan превратилась в один из самых интересных и мозговыносящих проектов современной музыки. Что любопытно, в далеком 98-м году одна группа с помощью провального альбома смогла провести натуральную революцию в рок-музыке. Видео об этом феномене есть также у меня на канале, ссылка на него прямо сейчас на вашем экране. Переходите по ней, смотрите, узнавайте что-то новое, может быть там ваша новая любимая группа скрывается.